Добрый день! Сегодня у нас, как говорят, один из важнейших шейп-модов кубика 3х3. Даже говорят, важнейший. Это куб-призрак или волкер 3х3 гост-куб. Волкер, я не знаю откуда добавилось, это, видимо, добавка от производителя, фэнг-кан-куб. Обычно это просто гост-куб или куб-призрак. Помимо трешки, есть кубик 2х2, гост-скьюб и гост-пирамидка, которая, по сути, тоже скьюб. Вскрываем и смотрим. Коробочка вот такая вот картонная, дешевенькая. Был еще целлофончик, я его снял. Заранее инструкции в коробке нет. Кубик вот такой вот одноцветный черный. Но к нему в комплекте отдельно шли вот такие вот наклеечки. Но я их приклеивать не стал. Сейчас покажу почему. Вот если видно на камере, вот там детальки самого презорка куба. И есть вот очень-очень маленькие элементики. Отбликует, может вы заметите, вот у моего большого пальца совсем маленький треугольничек. И настолько маленькие элементы. Мне просто не хотелось приклеивать к этой головоломке. Поскольку они очень быстро отлетят. Все равно я приду к выводу, что можно его ободрать, поскольку смысл не меняется. Возможно, с наклейками он выглядел бы симпатичнее. Но я, скорее всего, оставлю его в таком видео. Если бы, конечно, он пришел бы обклеенный, я бы был аккуратен. Но нет, и я не буду. Не потому что мне лень, а потому что можно криво наклеить. Можно наклеить как-то не так. Можно дать себе очередные подсказки какие-то. Ну, посмотрите, вот элементы. Вот эти вот маленькие. Какие сюда наклеечки? А, и вот на этот. Ну, на этот, наверное, наклейки не было. Вот этот маленький уголочек. Но все же. Вот он, куб призрак. Он у меня достаточно долго лежал, несколько месяцев. И я его не перемешивал. Все было не до него. Ну, головоломка не новая. Ее еще выпускал Мефферт, если не путаю. В чем суть и особенность? Это 3х3. Вот можно плоскостью в одной вращать, как 3х3. Но для того, чтобы вращать в двух плоскостях, нужно какое-то дополнительное движение сделать. То есть так вращается, а вот так не вращается. Если мы возьмем обычную трешку, мы можем вращать этот слой, можем вращать вот этот слой. Ну, и можем вращать какой-нибудь вот такой. Здесь же можно вращать только вот так. Но для того, чтобы сделать вращение в другом направлении, можно выровнять. Здесь какие-то прорези. Вот так вот. И продолжить вращать. То есть для того, чтобы совершить вращение, мы сдвигаем, ну, в данном случае, нижний и верхний слой в такое, в деформированное состояние, после чего дальше вращаем. Ну, и, соответственно, одного вот этого сдвига, верхнего и нижнего слоя, достаточно для того, чтобы перемешать всю головоломку. То есть в таком состоянии можно дальше собирать, перемешивать, что угодно делать. И, в принципе, в этом-то и вся сложность. Причем даже когда головоломка уже собрана, то не всегда с первого раза удается восстановить правильное положение. Кажется, что вот все должно подходить, но вращаешь раз, вращаешь два. Вот. Сейчас совпало. Но можно сделать вот так. Оно почти совпадает, но не до конца. И вот только на третий поворот что-то получается. Помимо того, что все это неудобно вращать, здесь почти все детали разные. И были бы они все разные, было бы даже, наверное, хорошо. Но они здесь есть некоторые похожие. И, соответственно, это начинает, скажем так, вводить освобождение в некоторых случаях. То есть для того, чтобы сделать определенный алгоритм, мы его деформируем как-то, делаем алгоритм. И если вы не уверены в алгоритме, да, или сбиваетесь, то вы можете в процессе ошибиться. Здесь нужно очень четко знать то, что ты делаешь, поскольку подсказок визуальных не будет никаких. К примеру, если нужно на трешке, скажем, поставить вот это вот ребро вот сюда, как в методе для начинающих. Мы это двинули, подняли, вернули, вернули. Получилась пара. И пару можно поставить на место. Здесь же этой пары будет не видно, поскольку слой деформирован. Да, и пара будет выглядеть как-то вот так. То есть она визуально непонятна. И в этом, да, сложность. Помимо еще и этого, здесь есть совершенно одинаковые элементы. Если к ним присмотреться, то очень похожие углы. То есть они вот почти одинаковые, но чуть-чуть отличаются. Очень похожие ребра. Вот этот вот прямоугольник практически. И вот здесь почти такой же. Но вот этот, он чуть длиннее. Чуть длиннее, чем вот этот. И по сути, сборка превращается в то, что ты методом тыка подбираешь тот элемент, который нужен. И здесь вот из-за того, что еще не всегда понятно, какое положение собранное, ну, это из-за этого тратится гораздо больше времени. Ты собрал крест, делаешь крест правильно, вращаешь вот эти вот центры. Потихоньку, полегоньку каждый, возвращаешь в исходное положение и подбираешь. Ну и, соответственно, когда на верхнем слое получается, что центр развернут на 90 градусов, здесь понимаешь, что два ребра все-таки одинаковые совсем. По-моему, были трапеции. То есть вот трапеция, вот трапеция. Вот трапеция. Вот этот и вот этот элемент, по-моему, совсем одинаковые. И их пришлось менять местами для того, чтобы развернуть центр на 90 градусов. Недобросовестный сборщик, конечно, могли просто механически вынуть центр и его повернуть на 90 градусов. Но разве это интересно? Наверное, нет. Это глава для тех, кто уже познал многие другие шейпмоды 3х3 и хочет чего-то прям серьезного. Я не скажу, что она вызывает какой-то неподдельный интерес, но собрать разоку-другой ее можно. Сборка на время практически здесь, наверное, невозможно или нерационально, поскольку здесь мастерство сборщика играет не такую важную роль, как больше везение. То есть в этом миссии почти одинаковых элементов ориентироваться достаточно сложно. И как быстро ты найдешь подходящий элемент, правильно ты поставишь на свое место тот или другой уголок, одинаковые или не одинаковые ребра, от этого будет зависеть, как быстро ты закончишь. Не скажу, что надо попробовать обязательно всем, но для тех, кому стало прям совсем скучно, это для вас. Выпускается в разных цветах, там и с наклейками, и без наклеек, и желтые, и розовые. Ну я почему-то взял черный, хотя на камеру, наверное, смотрится не очень. Но это самый сложный шейп-мод кубика 3х3, и возможно, это действительно так. Если мы не будем брать во внимание всякие забандажные и бермудные версии, то есть если крестовина и просто как-то измененные элементы, то, наверное, да. Это достаточно сложный шейп-мод кубика 3х3. Но самый ли он интересный? Да, наверное, нет. Есть и поинтереснее вещи. Здесь на том же яйце псевдопаритетов больше, и вот его решать приятно. Хотя крутится, но не так хорошо. Вращение головок от FEN CAN, куб, очень приятное. Да, здесь нельзя так быстро делать пиф-пафы, как хочется. Потому что здесь нужно все это совмещать. Но при желании можно. Вот такая вот головоломка. Не знаю. А, вот опять. Хотел совместить и не угадал. Вот так вот правильно. Не знаю, буду ли я в ближайшее время делать обучающее видео. В принципе, те, кто захотят это собирать, соберут и самостоятельно. А неподготовленные новички лучше пока за это не беритесь. Ну, не так интересно, но достаточно сложно. Куб призрак. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.